25-я сессия окруженных депутатов стала последней перед парламентскими каникулами. В повестке заседания значилось 42 вопроса, среди которых законопроекты в сфере социальной защиты населения. Из одобренных законопроектов поправки в устав Ненецкого округа и бюджет на 2016 год. Ненецкий округ вошел в состав Арктической зоны России. Соответствующие поправки внесены в устав Ненецкого округа. Кроме того, в документ вошла поправка о принесении депутатами парламента торжественной присяги на первой сессии каждого нового созыва. Это предложение в стенах собрания депутатов озвучил Игорь Кошин в марте 2016 года. В двух чтениях принят закон о возвращении с 2017 года к трехлетнему бюджетному планированию. Это обусловлено новой экономической ситуацией и необходимостью строить долгосрочные прогнозы. Так, в этом году регион дополнительно получает 816,5 миллионов рублей. 814 из которых – федеральные средства. Депутаты определили все отрасли экономики, куда будут направлены деньги. Это средства целевые, поэтому они сегодня приняты решение и направлены на, прежде всего, строительство социальных объектов. Это строительство детского садика на 220 мест в районе, микрорайоне авиаторов. 73,4 миллиона рублей. Кроме вот этих федеральных средств и средств окружного бюджета, наша нефтяная компания «Росвет Петра» также выделяет 30 миллионов рублей на строительство этого детского садика. И мы полагаем, что этот детский сад будет построен уже в конце следующего года. На строительство еще одного образовательного объекта в районе авиаторов будет направлено 115 миллионов рублей. Возведение нового здания школы номер 3 обойдется округу в немалую сумму – 2 миллиарда рублей. Поэтому федеральная субсидия будет с существенной поддержкой региональному бюджету. Окончание строительства намечено на конец 2019 года. Еще 10 миллионов 700 тысяч рублей будет направлено на строительство школы на 100 мест в Тельвиске. Часть субсидий пойдет на реконструкцию и строительство дорог. Внесены в окружной бюджет и поправки в части обеспечения социальной защищенности населения. Так, многодетные семьи получили право на единовременную выплату вместо земельного участка. Семьи, имеющие детей-инвалидов, теперь могут расходовать средства материнского капитала на приобретение средств реабилитации. Расширен перечень лиц медицинских работников, которые получают компенсацию на аренду жилого помещения. Мы хотим, чтобы на нашей территории сохранялись в том числе и кадры, высококвалифицированные. И вот эту сторону вопроса мы сейчас постарались отрегулировать. Речь идет о том, что врачам и среднему медперсоналу была предоставлена мера поддержки. Из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаем жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос оказания материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу оказать, но в то же время уменьшить срок с 10 до 5 лет. При этом получатели компенсации на прежних условиях сохраняют все свои льготы в полном объеме. Предусмотрена в бюджете и поддержка частных детских садов. Она позволит ликвидировать очередь в детские сады в Наринмаре и обеспечить равные условия получения дошкольного образования. Благодаря окружной субсидии частные детские сады смогут снизить стоимость получения дошкольного образования до уровня бюджетных учреждений. В целях выполнения поручения президента России губернатору округа вводится новая субсидия на обеспечение деятельности частных детских садов. Создаются равные условия финансирования частным образовательным предприятиям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в основном от 1,5 до 3 лет, и государственным образовательным учреждениям. Также на 25-й сессии были одобрены законопроекты о снегоходных маршрутах в Ненецком округе, об управлении государственным имуществом. В первом чтении приняты законопроекты о сокращении отпусков государственным и муниципальным служащим, о введении штрафов за несанкционированный выход на лёд. На основании обращений жителей округа будет возвращено вещание телеканала «Север» в пакете Триколор-ТВ. Быть в курсе новостей региона позволят 13,5 миллионов рублей, выделенных в окружном бюджете.